Всем доброго утра или доброго дня! Хочу сделать этот небольшой ролик и поделиться с вами такой информацией. Вот наш дом по улице Кузоватовской. Вот дорога, которая вся в ямах, ехать как по полевой дороге. Эта дорога была отремонтирована года два назад, или два с половиной назад, когда выбирали депутатов. И перед выборами нам ее залатали. С нашим домиком находятся два детских садика. Этот детский садик с противоположной стороны, еще один садик. Чуть дальше, левее, школа номер 35. Мимо нашего дома ходят дети, ученики. А посмотрите, какой мусор, какая мусорка находится. И стоит ванизм, кстати. Это не передать роликам, но все это есть. Вот мусор. Все это убирает какая-то жилищная компания. Кстати, перед выборами сюда приезжал чиновник какой-то и сказал, мы вам сделаем вокруг этой мусорки. Даже вызывали меня, делали замеры. Измеряли. Вот здесь мы, говорит, вам сделаем заборчики и сетки, чтобы этот мусор не разбрасывало. Сделаем вот здесь дополнительную стоянку. Нам не надо асфальтированную. Крошкой асфальтной нужно заделать. А вот сейчас посмотрите, как все это убирается. Вот так. Это рядом с детскими садиками, повторяюсь. Здесь вот сказали, засыпем крошкой, чтобы ставили автомобили, когда приезжают за детьми в детские сады. Или просто в школу, потому что все. Вон школа, она там, вот за поворотом. Буквально вот ее там видно, вот она школа номер 35. Все дети ходят мимо нашего дома. Вот эту дорожку я уже говорил избираемому депутату Татьяне Бадаховой, что сделайте, пожалуйста, здесь крошкой. Сделали. Все сделали, спасибо. Но сказали, вот выберут депутатом Татьяну Бадахову. Мы вам сделаем здесь асфальт. Сделаем здесь бордюры. Смотрите, ничего не делается. Все, ждем новых выборов, когда придет новый депутат. И скажет. И еще. Когда была встреча, я прошлый год ходил, мне сказали, что уже выделены деньги на ваш ремонт этого участка. И здесь мусорку вам сделаем. И дорогу вам сделаем с бордюрами. Лично был Сергей Сергеевич Панчин. И сказал, я вам обещаю, что все будет сделано. И посмотрите, все стоит на свои места. Вот эти деревья. Здесь стояло три огромных тополя. Наверное, в обхвате метра по полтора. Их спилили по обещанию депутатов. Через семь лет и то спилили, когда я лично обратился к директору горлесхоза. Поэтому вот такие дела. Здесь вот еще стояли деревья. Тоже спилили. А вот такая дорога наша. Вот она вся. Вся в колдобинах, в ямах и так далее. Я дальше не буду снимать. Вот. Дорогу эту зимой не чисят. Почему? Говорят, это ваша дорога. И вы должны ее сами обслуживать и убирать снег. Но когда мы говорим, тогда мы поставим шлагбаум мысли нашей дороги. Нет, это городская дорога. Палка в двух концах. Кому верить? Я не знаю. Вот так работают чиновники. Я вот жду все-таки, когда все-таки начнутся выборы, что скажут наши чиновники и наши будущие депутаты. Вот на эту грязь, на эту бардак. Уже просто накипело, извините. Накипело и я... Вот видите, по нашей дороге каждую минуту, минуты две ездят автомобили. В вечернее время здесь, как на Олимпийском шоссе или Московском. Много очень машин идет. А вот такой мусор еще раз. Я все-таки надеюсь, все-таки надеюсь, что обещания наши чиновники выполнят и сделают здесь ремонт нашей дороги. И, ну, отсыпят здесь площадку для постановки автомобилей, когда за детьми приезжают родители. И надеюсь, на этот мусор и бардак обратят внимание городские власти. А депутатам скажу одно. Будущим или настоящим, когда я пришел к помощнику депутата... А уже Татьяна Бадахова не депутат. Спасибо, говорю. Мы были в очереди первые по ремонту этой дороги, но оказались, наверное, последними или вообще не будут делать ремонт. А депутатам все-таки скажу, дал слово, сдержи его. Иначе нечего идти в депутаты. Или вы идете в депутаты за деньги, чтобы побольше у вас была зарплата и пенсии. Вы за этим туда идете? Если дали слово, обещание свое, выполняйте. Понимаете? Выполняйте свои обещания. А не идите туда ради наживы и своего кошелька. Это касается и чиновников. Извините, просто накипело. Всем до свидания. Надеюсь, все-таки, что все будет сделано. Дал слово, сдержи его.